Здравствуйте, дорогие мои телезрители! В студии Владимир Нечаев. И сегодня мы начинаем цикл программ, который начинается «История журналистики» с древнейших времен и до современности. Но перед тем, как мы уже приступим непосредственно к самой передаче, к самому этому циклу, я хочу сделать небольшое вступление, чтобы вам было понятно цель, задачи нашей передачи, вообще всех наших передач. Дело в том, что когда мы спешим к метро, бежим на работу, я не знаю, то всегда покупаем газеты. Это уже 90% людей, которые бегут на работу или возвращаются с работы, или приходят домой первым делом, когда они поднимаются к себе в квартиру, они обычно открывают почтовый ящик, достают оттуда прессу, уже дома ее читают. И такое складывается ощущение, что газеты всегда были. То есть они были постоянно. То есть вот не было такого, что вот они как бы с неба упали. И задача наша, вот в принципе и моя в том числе, вместе с вами понять, откуда же все начиналось, как получилось, откуда они появились, эти газеты, эти журналы, их эволюцию. И действительно, я вот сказал в самом начале, что складывается впечатление, ну, по крайней мере, мне так кажется, что у 90% населения, что газеты были всегда, как только появился на земле человек. Ну вот. Так дело в том, что истоки нужно искать в веках, в веках, в веках, в веках, в веках. И начнем мы с вами с каменного века. Да-да, не удивляйтесь, именно так. Именно тогда человек, у которого еще словарный запас был очень маленький, но общаться хотелось. И как выразить все это? Естественно, никаких букв, никаких буковых знаков не было, ничего не было. Единственное, что оставалось, это оставлять после себя на тех местах стоянок какие-то следы, чтобы те люди, которые, ну, те племена, так будем говорить, которые приходили после них, получили информацию о том, кто здесь жил, как они жили, какой у них был быт, что они из себя представляют, какой у них характер. И поэтому вот появилась вот эта вот настенная живопись. Вообще, честно говоря, вы можете, конечно, со мной соглашаться, можете не соглашаться, но вообще слово живопись, это, мне кажется, не совсем подходит, потому что у живописи совсем другие задачи. Но перед тем, как мы перейдем, давайте все-таки обозначим, что такое журналистика. Вот в Большой советской энциклопедии написано так, журналистика – это наука. Значит, основная ее цель – сбор, обработка информации и ее передача. Ну, это уже так современная такая трактовка, но мне кажется, что передача информации, вот, которая стоит как бы на третьем месте, она, в принципе, должна стоять на первом месте. Потому что, если мы начинаем говорить об истоках, то изначально цель вот этих всех рисунков была передать информацию, а не сбор ее, не обработка. Естественно, древние пещерные люди не собирали никакую информацию, не обрабатывали, а они просто передавали то, что их окружало, то, что они видели. Кстати, я чуть-чуть отвлекусь. Я здесь в одном журнале прочитал научном, не буду называть автора, который пишет о вот этих наскальных рисунках. Я не буду называть это слово живописью. Дело в том, что это действительно не живопись, а это передача информации, информационное такое поле было. Так вот, он пишет, что вот эти все наскальные рисунки – это, в принципе, граффити времен палеолита. Ну, я не знаю, может, это его такая шутка была, может, он действительно так всерьез считает, но я считаю, что это не совсем верно. Итак, давайте с вами вернемся к истокам. Так вот, человечество все время мечтало о том, чтобы передать информацию о себе, о тех местах, в которых они проживают, о том образе жизни, который они ведут. И поэтому они старались запечатлеть все эти ваши свои видения, свои ощущения вот через эти рисунки. Но поскольку рисунков этих много, и они разбросаны по всему, так сказать, миру, и в Индии их находят, и в Южной, и в Северной Америке, и в Азии, и на территории России, я об этом скажу чуть-чуть попозже, ну, естественно, и в Европе, то создается такое впечатление, что не может вот одновременно, так сказать, вот на всех вот этих континентах, вот во всех уголках Земли, а там рождаться художники. И мне кажется достаточно странным, что вот, например, я помню по учебнику, еще когда я учился в школе, значит, там костер, пещера, значит, там люди дикие сидят, вот эти каменного века, и, значит, там стоит в шкуре такой дяденька такой бородатый, и там и рисует на стене мамонта. И вот нам все время объясняли, вот в этом есть какая-то неправда. Тогда мне казалось, что это действительно так, потому что, ну, как же рисует, вот он такой вот творческий человек. Ну, я думаю, что древним людям было недотворчество, особенно когда охота не удавалась. Конечно, когда охота удавалась, то можно было себе позволить и, так сказать, расслабиться, как говорится, и порисовать на стене. Но мне кажется, что основная задача всех этих рисунков была передать то, что окружает этих людей, их мир. В основном вот эти все рисунки наскальные, они хорошо сохранились в пещерах. И вот почему. Потому что в пещерах, несмотря на то, что прошли там тысячелетия, то там все-таки сохранялся определенный микроклимат, и в этом микроклимате они лучше сохранились. Хотя очень много наскальных рисунков, которые, так сказать, были нарисованы, так сказать, воспроизведены просто на улице, так будем говорить, где-то там в горах, там посреди степей есть такие скалы, где были. Но поскольку погода, ветер, там дождь, они очень сильно пострадали. А вот те рисунки, которые были найдены в пещерах, они лучше всего сохранились. Так вот, давайте начнем с этих самых рисунков. И давайте сейчас посмотрим мы один из первых вот слайдов, такой вот рисунок древнего человека. Сейчас мы это все с вами увидим. Итак, перед вами вы видите сцену охоты. Вот почему эти люди все время рисовали охоту. Это не потому, что они были такие очень озлобленные и такие воинственные. Совсем нет. Дело в том, что эти люди, их главная цель была, это просто получить пищу, то есть добычу. Они были охотниками. Это на этом рисунке изображена не война, а охота. Охотились они в основном на средних, так вот, животных среднего размера. Хотя везде там пишут, что мамонтов уничтожили. Да, их уничтожали, но мамонты погибли совсем не от руки человека, потому что в то время мамонтов было достаточно много. А вот, ну, просто такое вот изменение климата повлекло за то, что мамонты вымирали. Не могли вот люди уничтожить их. На мамонтов охотились достаточно редко. Охотились в основном на среднюю дичь или на мелкую какую-то дичь. И вот на слайдах, например, показано, вот сейчас я вам следующую картинку покажу. Тоже сцена охоты. Но здесь уже не показаны сами охотники, а показана та дичь, на которую они охотились. В данном случае здесь олени. Вот этот рисунок был найден на территории России. Это в районе Никольского полуострова. И действительно, там до сих пор вот и в Финляндии, и вот вообще на севере нашей страны, вплоть там и вот и Якутия, и Чукотка, там бродят стада оленей. И вот олени считались основной пищей. И вот эти древние люди, которые там проживали, они как бы указывали, указывали тем, кто придет после них, что вот здесь эти места богаты вот такой вот добычей. И поэтому, так сказать, вот олени являлись самой главной пищей и достаточно легкой. Потому что, ну, во-первых, начнем с того, что олень достаточно безобидное животное. Это не тигр, это даже не мамонт, который может затоптать. А олень, они пугливые такие животные. И для первобытного человека они были достаточно легкой добычей. И вот такие вот картинки, такие вот рисунки, они встречаются по всему миру. Вот сейчас я вам покажу несколько таких вот слайдов, где изображены сцены охоты, быта в разных уголках земли. И давайте вот посмотрим, а я вам прокомментирую вот все эти наши слайды. И буду попытаться как бы более поподробнее рассказать, где это происходило и что это обозначает. Вот давайте несколько этих слайдиков мы посмотрим с вами. Вот этот, вот этот настенный рисунок, он был найден на одной из скал в Северной Америке. Вот если вы внимательно посмотрите, то и вспомните, допустим, фильмы об индейцах, то вот эти вот такие вот треугольнички, это вот их жилища. Вот в таких жилищах они жили. И вот современное, то есть вот то, что мы видим в кино про индейцев, у них вот их вигвамы строились таким же образом. То есть они практически не изменились. И заметьте еще, что вот эта зеленая полоса, которая проходит, это река. То есть здесь рассказывается о том, что они жили обязательно по берегам рек или ручьев каких-то. Вода для них была необходима. А вот эта вот, вот эта картинка, вот эта настенная такая картинка, это уже Африка. Это средняя Африка, это в районе Чада. Здесь уже изображена сцена охоты. Но охота, как вы видите, здесь вот, к сожалению, он чуть-чуть подрезан, потому что картинка не вмещалась в формат. Вот там наверху маленький такой кусочек. Дело в том, что на целом слайде там все охотники бегут в одну сторону, а один, так сказать, целится в другую. О чем это говорит? Что, допустим, он как бы указывает на то, что вот охотиться там, охотились там, ну, а там вот, там, с другой стороны, там тоже есть дичь. То есть, как бы, он рассказывает о том, что в любом направлении, если вы пойдете на охоту, вы можете и там, и там, значит, убить добычу какую-нибудь. А вот это вот уже из сцены быта такого. Дело в том, что не только охота, ведь они не только охотились, у них бывали, и особенно после удачной охоты, у них бывали и праздники различные, и поэтому устраивались такие вот, ну, веселье, что ли, так будем говорить. То есть, они умели и веселиться, и отдыхать, не только охотиться. Поэтому вот, так сказать, они о себе рассказывают, что, видите, у них нет ни лук, ни стрел, ничего, ни копий никаких. Поэтому, как бы, они рассказывают, что они народ достаточно дружелюбный, и не имеют никаких агрессивных намерений по отношению к другим племенам, которые, допустим, придут на их территорию. Вот такого вот плана. И еще вот, а вот это уже, так сказать, тоже Африка, но это уже Северная Африка. Тут вы видите уже, ну, просто такая страшная картина, потому что здесь приходится охотиться на диких, очень диких и свирепых животных. И поэтому, вот вы видите, что даже там есть погибшие, вот там вот, где верхнее вот это вот животное такое, непонятно, что то ли носорог, какой-то, то ли еще что-то. очень трудно определить. И, значит, люди даже погибали, то есть они рисковали своей жизнью. И поэтому охота была достаточно очень суровым испытанием. Вот. Вот, в принципе, такое коротенькое, вот, коротенькое вступление по поводу этих настенных, вот, рисунков. Что касается других, например, в Соединенных Штатах находится большая пещера, где находится более 500 различных вот таких вот настенных рисунков. Очень много таких же вот рисунков на территории Норвегии, Финляндии, ну, потому что там и Швеция, естественно, потому что там фьорды, скалы, и там, ну, вот, больше всего сохранилось этих вот вещей. А что касается вот степных каких-то районов, да, то вроде как бы там скал нет, но все равно эти племена кочевали, и все равно они пытались оставить после себя какой-то след, напомнить о себе, что-то рассказать, передать какую-то информацию людям, которые пойдут за ними следом, потому что племена часто, так сказать, недолго они засиживались на одном месте, они все время передвигались. По мере того, как передвигалась добыча, то есть, ну, пища их, там, олени или другие животные, они следовали за ними. И поэтому они всегда пытались оставить что-то о себе, какие-то знания о себе, о своем народе, о своем племени. И иногда вот в степях даже находят такие огромные стелы, на которых выбиты тоже символы животных, ну, такие же картины настенные. Ну, самым удивительным это является пещера Ласка на юге Франции. Кстати, вот все эти открытия, которые вот происходили, они происходили иногда совершенно случайно. Вот по поводу этой знаменитой пещеры Ласку, где находится, ее еще называют, Секстинская галерея времен Палеолита. Нашли их в 1940 году четыре подростка, которые пошли в лес. Ну, там причины не объясняются, может, они пошли за грибами, за ягодами, не знаю, или просто гулять. Но началась сильная гроза. И вдруг они увидели пещеру, и они решили спрятаться от дождя, от грозы, и они туда вошли. Благо, что у них были фонарики. И они, когда пытались осмотреться, куда они попали, они вдруг увидели огромное количество рисунков. Естественно, после грозы они пришли домой, рассказали обо всем родителям. Родители, к счастью, были достаточно образованные и умные люди, они обратились к археологам, сказали, что вот там-то, там-то, там-то находится пещера, где есть какие-то рисунки. И тогда археологи открыли эту пещеру. Она сейчас свободна для посещения, для доступа, и туда экскурсии водят. Но, к сожалению, часть этих вот вещей, часть рисунков повреждена. И вот правительство Франции выделяет огромные суммы для того, чтобы произвести реставрацию и поддерживать в хорошем состоянии вот те рисунки, которые оставили нам наши далекие-далекие-далекие-далекие-далекие предки. Чего не скажешь о нашей стране. Дело в том, что в нашей стране очень много было различных вот таких вот свидетельств пребывания древнейших людей на нашей территории. Но, к сожалению, этому мало уделялось внимания. То есть, если еще до 1917 года русские ученые, археологи, они как бы пытались создать, воссоздать то, что происходило, описать это все, привести в какую-то систему, то после 1917 года, конечно, никому не было до этого дела. Все занимались строительством новой жизни и какие-то там рисунки, каких-то там непонятных людей и все, и все, и все. Больше всего таких вот рисунков сохранилось на Кольском полуострове, вообще на севере нашей страны. Ну, потому что там был климат такой, и там сама природа, вот эти камни, они позволяли оставлять после себя очень интересные вещи. Конечно, об этом можно будет очень долго говорить. И вот то, что я привел в пример Францию, я могу привести печальный пример России. Когда строился Беломоро-Балтийский канал, то очень много вот таких вот вещей были утрачены, просто варварски уничтожены. И даже вот я нашел такое свидетельство нескольких людей, которые там работали. Дело в том, что когда рыли этот канал, вот эти валуны, на которых были запечатлены вот эти вот сцены жизни наших, наших далеких-далеких предков, были варварски уничтожены, взорваны. Но мало того, хуже того, после того, как проходили какую-то определенную часть территории, вот прорывали этот канал, существовала специальная группа людей, охранников, которые шли с зубилами и с молотками. И когда они видели камни, на которых было начертано что-то, потому что они боялись, что те заключенные, которые находятся в приоритете этого канала, они могли оставить, выбить на камнях свои инициалы или какое-то послание своим близким, родным. И считалось, что это недопустимо. И никто не выяснял, что это за рисунок, кто его выбил, когда его просто нагло сбивали зубилом. Это было варварство. И поэтому в нашей стране очень мало сохранилось таких вот замечательных памятников времен Палеолита. Это, конечно, очень печально. Благо, сейчас ситуация меняется, и уже как бы и правительство, и институты научно-исследовательские, которые занимаются вот этими проблемами, они как бы подключаются к этой работе и пытаются восстановить то, что мы утратили. Но вы знаете, то, что ты утратил, очень трудно вернуть. То есть можно восстановить по памяти там, хотя память тоже утрачена, память не восстанавливается практически. И очень жаль. Так что вот об истоках информации, об истоках, я не говорю это слово, журналистика, потому что появилось само понятие уже в XIX веке, само понятие журналистика и профессия журналиста появилась гораздо позже, то я буду говорить, вот источники информации, так вот первые источники информации, вот закладывались еще в каменном веке, во времена Палеолита. И а дальше в наших программах мы будем просто прослеживать еще, как все это дальше развивалось, каким путем все это пошло. Там было несколько путей, но в следующих программах я вам расскажу, потому что там находились, ну как бы вот потоки информации, то есть подача информации, она разделилась на две линии. И вот на какие линии и что из этого вышло, я вам расскажу в следующей нашей программе. И вот еще в конце такой тоже немаловажный случай по поводу современности. Дело в том, что есть такая река Чиуя, которая берет там начало где-то в Саянах. Так вот, когда начался бум байдарочников, это где-то 70-е годы были, и молодежь, в основном студенты, так сказать, было очень модно кататься на байдарках, спускаться по этим горным речкам, и они проходили этот маршрут, всегда и совершенно было все спокойно, никто ничего не замечал. Но однажды было очень жаркое лето, это вот 70-е годы, где-то середина 70-х годов, и река эта очень сильно обмелела. И к удивлению тех вот студентов, байдарочников, которые не первый год уже ходили по этому маршруту и знали его как своих пять пальцев, вдруг на противоположном берегу, они сделали там стоянку, и на противоположном берегу, когда спала вода, они увидели огромное количество вот этих вот наскальных рисунков. Благо, что они были студентами университета, они сумели сфотографировать это, а уже потом на это место прибыли археологи, и оказалось, что это русская галерея, северная русская галерея наскальных рисунков. И длиной она почти в два километра. Некоторые рисунки, они как бы уже затерты, но когда вот вода спадает, то много туристов туда приезжает и смотрит. Но, к сожалению, рассказывать об этом можно очень долго и много, но время нашей передачи стекло. Дальше мы с вами поговорим в других передачах о том, как развивалось, что развивалось. А я пока с вами на этом прощаюсь. Всего вам доброго. До свидания. С вами был Владимир Нечаев.